С начала следующего года в Твери и Калининском районе начнет действовать новая модель пассажирских перевозок. Планируется, что общественный транспорт будет работать с пяти утра и до полуночи. Какие еще изменения произойдут и каким станет транспорт в Тверской агломерации? В сюжете Наталья Чекет. Сейчас перевозчики сами планируют свой маршрут и у пассажира нет никаких гарантий в том, что его заберут в нужное для него время. Часто расписание автобусов не совпадает с графиком пассажиров. Для удобства жителям приходится пользоваться маршрутками, где цены устанавливает сам перевозчик по своему усмотрению. Новая модель предполагает перевод на регулируемый тариф и внедрение безналичной системы оплаты проезда. Кроме того, в их обязанности будет входить перевозка льготников по ЕСПБ. Ситуации, когда маршрутка не останавливается перед тормозящим ее пенсионером, возникать не должно. За основу новой модели мы взяли маршрутную сеть, которая существует. Для удобства некоторых граждан, также и для удобства обеспечения перевозок социальным объектам, мы эти маршруты видоизменили, продлили, добавили остановочные пункты, завели эти маршруты в новые микрорайоны. Обязательное условие для перевозчиков – это перевозка льготных категорий граждан на каждом маршруте. Наша модель, в первую очередь, внедряется на территории города Твери и Калининского района. Согласно концепции транспортной модели, новые автобусы будут большей вместимости, что увеличит их провозную способность. Все они будут оформлены в едином стиле. Внедряемая модель предполагает жесткие требования к экологической безопасности пассажирского транспорта. На маршруты должны выйти автобусы экологического класса не ниже Евро-5. Помимо этого, транспорт станет доступнее для маломобильных граждан. Все автобусы будут низкопольными. Я сама пользуюсь и вижу, что не всегда подходит и низкопольный транспорт, и не всегда вовремя. Потому что буквально на днях я 40 минут ждала для того, чтобы уехать на автобусе. С внедрением новой схемы маршрутного движения, конечно, я думаю, что проблема будет решена. Тем более, что заявлено, что все автобусы будут низкопольными, приспособленными для маломобильных граждан. В новой транспортной модели сохранят все действующие автобусные маршруты. Некоторые будут продлены. Ведут несколько новых с учетом пассажиропотока. Увеличится и время работы перевозчиков. Интервалы движения по маршруту в среднем составят 4 минуты. В отдаленных районах от 5 до 15 минут. Первые автобусы будут выходить в рейс уже в 5 утра. Последние вернутся в парк после полуночи. Мы узнали у жителей Твери, как они относятся к увеличению времени работы общественного транспорта. Мы считаем, что это поможет нашему городу, потому что часто бывает, что мы возвращаемся поздно домой, и с движением постоянно проблемы какие-то. Из-за этого приходится вызывать какое-нибудь такси, либо напрягать своих знакомых, родных. Это тоже хорошо, потому что люди едут на работу, кто-то в 7, кто-то в 6 часов, выходят на остановках, стоят. Это гораздо удобнее раньше сесть, раньше приехать. А так мы ездим только на маршрутках, которые ходят очень редко, бывает, особенно в позднее время суток. И это вообще неудобно, мерзнешь, стоишь. Поэтому, да, это очень удобно. Во время совещания губернатор Тверской области подчеркнул, что качественная система организации пассажирских перевозок – это ключевой элемент развития региона. Такое комплексное развитие, мы считаем, даст возможность не только навести порядок, но и существенно поднять качество слуг, оказыванных населению. Внедрение новой модели предполагает наведение порядка в сфере общественного транспорта, создание более комфортных условий для пассажиров и повышение безопасности. Продолжение следует...